Добрый день, Дмитрий. Вот в этой финской глуши, как ты думаешь, было бы лучше, если бы мы играли с немцами, например, 9 мая? Ну, с одной стороны, конечно, лучше. Это была бы традиционная такая битва. Опять бы мы войну все вспоминали, бои. Но с другой стороны, мы же с французами играем 9 мая. Есть хороший путь вспомнить 1812 год. Я вот советую всем нашим болельщикам, кто придет на этот матч, сделать повязку на глаз, вспомянуть Кутузова и вот с таким кутузовским настроением настроиться. У нас с немцами сыграем сегодня. Велидинов похож на Кутузова по своей манере побеждать? Он, кстати, ни одного матча на чемпионате мира еще не проиграл. Один с матчами нет. Один с матчами, один с побед. Ну, не знаю, Кутузов это скорее, он же там отступал, бятился поначалу. Там такая была хитрая, завлекающая тактика. Тогда нам проиграть, наоборот, не только матчей в начале, а потом удержать решающую победу. Да. Что ты вообще ждешь от матча с немцами? Вообще, матч с немцами, ты что-то о них знаешь? Да я боюсь немцев. Я боюсь, они мне измотали всю душу в 2010 году, когда мы с ними в полуфинале играли. И там сначала они вели 1-0, потом 1-1, вплоть до самой концовки. И спасибо Паше Дацику, который нас спас буквально от инфаркта овертайма, в котором неизвестно, что бы было, а так бы могли мы мимо финала пролететь. То же самое через год в Словакии, мы к ним влетели 2-0, а потом, когда мы мучились со Словенией, из-за этого поражения встал вопрос о том, что мы вообще можем вылететь в эту группу аутсайдеров, которые будут за выживанием бороться. Что-то такое для сборной России. Я боюсь немцев, особенно, когда у них эндротс на воротах, а точно в атаке. Да, но это уже все история. Как ты думаешь, сыграет ли Словен? Ну, я не думаю, что Словен сыграет. Хотя, последним данным, рука у него хоть и перемотана, но тренеры на нем крест не ставят. Он в расположении команды, входит с командой на теоретические занятия, на установку. Ну, я бы его не стал доставлять на месте билетин на этот матч, потому что, ну, это просто добить руку, которая была уже травмирована в финале Кубка Гагарина. Я вообще думаю, что, может быть, и Латыш, чтобы тот не хотел его специально ломать, может, у него такой установки не было. Потому что он такой, может, сыграл просто неграмотно, как-то по-тупому. Когда его призывают, его надо убивать, мочить. Бывает же, просто сыграл нетехнично, неловко. Получилась эта травма. Ну, как бы я, поскольку я сам призывал его наказать после этого матча, не буду я своих слов брать назад, потому что, с одной стороны, возможно, он сыграл неловко, но, извини, тут такая неловкость, она может стоить игроку не просто серьезная травма, а, в худшем случае, вообще окончание карьеры. Ты должен свою неловкость, этот свой клад засовывать себе поглубже и не играть так. Потому что ни один игрок не хочет, чтобы так поступили с ним. Ну, и зачем так поступать тогда с другими? Понятно. Ну, и напоследок, я вот думаю, первое звено, конечно, там по Локтиону кто-то проезжался. Я думаю, надо, парни просто, пускай он поиграет, надо на него посмотреть. Но, с другой стороны, сейчас подъедет Дацук, и у нас будет первое звено просто убойное, если, опять же, там все сложится, там, из-за океана, так как мы хотим. Вот. Это Радулов, Дацук, Ковальчук, конечно, это будет потрясающая звена. Но ты думаешь, Локтионов, он сможет там прибавить по ходу турнира? Ну, я очень надеюсь, что да, потому что я вот пообщался пару раз с Андреем, мне очень нравится этот парень. Потому что он такой очень живой, он заряжен, в принципе, на этот чемпионат, очень позитивный. И даже вот во вчерашний матч он действительно начал слабенько. Я, кстати, признал это после матча, что действительно немножко замандражировал за того, что вот первая игра, да в первой тройке, да с Ковальчуком Радуловым. А потом-то он разыгрался, и вот мы его похвалили за очень шикарный пас, после которого Ковальчук забил гол. А пас-то был такой вот, в ларионовском стиле, через полплощадки, на клюшечке. Хорошо, но вывел один на один. Так что, конечно, Дацук он не ровня, или там Малкину, никто с этим не спорит. Если приедет Дацук, я думаю, Белядинов поставит пашу именно в первое звено, Локтионов спустится куда-то ниже. Ну, в принципе, я рад за этого парня, что он появился в нашей сборной. Это вот настоящая молодая звездочка такая. Ну и какой тут прогноз? Я вот поставил 3-1, мы немцев победим сегодня. 3-1, где-то так. Я не думаю, что будет опять разгром какой-то. Потому что Латышей, конечно, явно подъел вратарь. Просто мне показалась у него какая-то просто близорукость. То есть он не видел дальние броски, когда там защитники наши лупили. Сейчас, я думаю, будет скромнее, но все-таки должны 3-1 выиграть. Твоя ставка какая? Ну, раз уж ты поставил 3-1, а в последние годы мы с ними все время так играем то 0-2, то 2-0 и не сильно, то... Ну что, мне тогда придется, наверное, рискнуть и все-таки поставить на более крупный счет. Когда-то же мы должны немцами сыграть крупный. Давай я поставлю, скажем, там 5-2. Варламов, в принципе, на прошлом чемпионате это была его 2 гола такая, по-моему, обычная. Плэй-офф, ну подожди, с Торвегием сыграли, по-моему, 5-2. 6-2 с Финнами и 6-2 с Словакиями, если не ошибаюсь. 2-2-2. Если сборная забивает, то 2 пропущие, шаг бы его такая. Вполне приличная норма при превосходстве нашей атаке. Ладно. Ну и Христос воскресе. Воистину воскресе. Спасибо.